Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клева. Сегодняшнее видео посвящено таксации. Очень актуальная и животрепещущая тема среди рыбаков. Очень часто обговариваем во всех сообществах. Всем не нравится, что она повысилась в некоторых вариантах в 100 раз, в 10 раз. То есть, таксация – это тот ущерб, который нанес рыбак на рыбалке, когда ловит свыше нормы. То есть, когда на него налагается штраф, и плюс за каждую рыбку, которая поймана свыше нормы, вы платите еще отдельно. Видео мы будем снимать в Одесском рыбарханном патруле. Перед тем, как делать это видео, я создал опрос в нашей группе Viber-сообществе «Все для Клева, Днестр», и в чате Телеграм-канала «Все для Клева», и в группе Фейсбука. И именно те вопросы, которые вы задали, я буду задавать инспекторам Одесского рыбарханного патруля. Ну вот какие вопросы. Чтобы не выписывать протокол, можно ли выпустить рыбу в живом виде и таким образом устранить ущерб? Очень актуальная тема. Слышный окунь отсутствует в списке, можно ли его ловить выше нормы? И другую рыбу, которая отсутствует в списке? Есть ли вообще статистика по количеству протоколов по рыбакам, нарушителям и принятию позитивных решений судов на возмещение ущерба? Как в основном реагируют суды на выписанные протоколы? Рыбак поймал выше нормы. При каких условиях протокола не будет? Теперь что, каждую рыбу мерить рулеткой? Такие вот вопросы. Дальше. Допустим, есть перелов и в садке разная по весу рыбы. Карп, карась, тарань и другая. Как считать количество экземпляров свыше нормы? Куда и на что будут расходоваться деньги со штрафом? Или это очередной способ наполнить свои карманы? Чем обусловлено увеличение токсации для любителей и будет ли повышаться нормы вылова? Планируют ли поднимать штраф за использование крючков свыше нормы? Откуда взялись эти цифры с токсацией у людей зарплаты по 6-8 тысяч гривен? Будет ли считаться перелов по уезду с рыбалки или на момент проверки? Если рыбак-спортсмен готовится к соревнованию и у него больше 3 килограмм в садке, как быть? Вопрос касаемо псевдорыбаков, которые занимают берег и сидят на нем с марта по ноябрь. Они же сидят не просто так, ловят и сбывают рыбу. Почему им это выгодно делать? Вот такие вопросы, друзья мои, я задам инспектору рыбоохранного патруля. Единственный вопрос, который я не задам, это будут ли проверять урлов на платных помостах? Или там все включено в стоимость? Считаю, что на этот вопрос Одесский рыбахранный патруль не даст честного правдивого ответа, пока не поменяется власть в Одесской области. А на все остальные вопросы проблем нет, я думаю, что они ответят довольно-таки честно. И видео будет очень актуально рыбакам-любителям, рыбакам-промысловикам, ну и, конечно же, браконьерам. Поэтому, друзья мои, смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте сразу расставим деякие крапки над ей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А если будет до 5 крючков и больше 3 кг тоже, будет получается без штрафа, но таксация или как? Нет, это будет порушение уже грубых правил рыбарства. Когда 7 удилищ и норма не перевищена, это ст. 85 ч. 3 Кодекса Украины про административные порушения. Штраф от 51 гривны до 170 в случае повторности. А порушение установленных лимитов на добивание рыбы, это уже часть 4 ст. 85. Это уже грубые порушения. Воно приравнивается, как было, с сетками, дрочами. Понятно. Вот как раз по этому поводу и первый вопрос. Чтобы не выписывался протокол, можно ли выпустить рыбу в живом виде? Если, например, там перевысили и инспектор увидел, что там не 3 кг, а 5, например. Вот 2 кг этих в живом виде можно выпустить и тем самым не выписать протокол. Если мы выпустим, мы же не найдем для государственного ущерба. Есть у нас закон Украины про тварийный мир, ст. 63, в котором сказано, что рыба в живом виде вернулась к водойму. Так. Ранее все считали, что если рыба вернулась к водойму, то, конечно, шкоды нет. Так. Вона вернулась. Но 10 сентября 2019 года, вот она, есть постанова Верховного суду. Так. В которой четко сказано, вот я закреслю сейчас, ну там идет текст цієї постановки. И тут написано. Тлумачение вказанных норм свидетельствует, что для отшкодирования взбитков за незаконное вылечение добивания объектов тварийного освещения, не имеет значения, чи повернута незаконно вылечена рыба у средства своего перебивания, или нет. Понимаете? Это Верховный суд. Там были тяжбы по Полтавской области. Там сначала были районы, апелляционные, касационные. Это получается, что это основная справа? Да. Верховный суд Украины. То есть получается, что... Подытожим первый вопрос. Подытожим первое питание. Якщо рыба даже выпускается в живом выгляде, у тех 2 кг, как мы сказали, особа 5 поймала, 2 кг выпускаем, то вот, сгідно вот этого решения Верховного суду, она має бути таксована, сгідно новой вот этой постанови Кабинета Министров, номер 1039. Их на салон, в Пwegen, он має бути таксована, сгідно. То есть, в Кабинета Министров и т.д. Бачите, вот это постанова, то, что я вам называл, про вышкодование сбитков. Это показывает таксация, да? Таксация, так. И тут есть другая рыба, кроме видов, занесена до «Червонной книги» Украины. Инша рыба, которая тут, ну, не имеет, в загальном перелике, вот. То есть это же солнечный окунь, да, но он стоит там 51 гривня. Но это так уж таксуется, это так уж вводные биоресурсы. И ловить их дозволяется лише в межах права, то 3 кг на усолдок. Да, вот интересует, это следующий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, есть ли вообще статистика по количеству протоколов по рыбакам-нарушителей и принятию позитивных решений судов на возмещение ущерба? Как в основном реагируют суды на вот выписанные вами протоколы? Ну, не вами только, я имею в виду... Я понимаю, ну как, они установлены на законном порядке, справы разглядают, выносят решения. Да, вот мне интересует именно, в каком примерно процентном соотношении позитивных и отрицательных решений. Есть какая-то статистика в этом вопросе? Конечно, она ведется, вот, это... Звирку проводят наши юристы, я такой... Не могу сказать, какие там термины, раз в півроку, раз на... Ну понятно, ну хоть какая-то, ну и что... И каждый районный суд в зоне контроля нашего управления Ну, она даёт, ну, на основании этих решений мы даже с вами недавно ситки рубали. Вот, это же всё только после решения судов, возможно, сделать. Вот. Какие там співвідношения закритых, або перетянуты до ответственности, ну, я не могу сказать, не владею такой информацией. Что касательно просто порушений правил рыбальства, сплата штрафов 98%. Следующий вопрос, он, в принципе, вытекает, наверное, из второго. Но всё же, я его задам. Его, кстати, задает Андрей Панасюк, один из ютуб-блогеров Одесской области. Скажите, пожалуйста, ситуация, вот, рыбак поймал высшую норму. При каких условиях, возможно, что протокола не будет? Лише при одном случае. Если он лишнюю рыбу выпустить до того момента, то он будет проверен работниками рыбоохороны. Если у инспектора рыбоохороны есть фактический дань на яме, то в любом случае протокол будет складен, потому что это будет невыконание своих посадовых инструкций. Понятно. И второй же вопрос его же. Скажите, пожалуйста, что же теперь рыбаку ходить с рулеткой и каждую рыбу, например, мерить? Так мы с этого и начали. Я вам сказал, что правила у нас не менялись. В правилах рыболовства, как были дозволены до вылова размеры рыб, так они и остались. Зменились просто цена этих рыб. В случае, если складается админпротокол. Друзья мои, ходите с рулеткой, вы поняли, по другому варианту вас могут привлечь к ответственности за то, что вы ловите малька, правильно? По сути. Малым иром. Хорошо. Рыба непромисловых размеров. Дозволяется от загального вылова 30%. Следующий вопрос задает Юрий Багунин. Скажите, пожалуйста, вот допустим, есть перелов. В садке разная по весу рыба. Карп, карась, тарань, ну и другая. Как правильно посчитать количество экземпляров выше нормы? То есть какая будет привлечена к токсации, а какая не будет привлечена? Есть особа, которая притягается к админправопорушению, тобто рыбалка. Ему дозволено 3 кг выливать рыбу. Собе предлагается выбрать те 3 кг, которые он хочет себе залишить, согласно действующих норм. Вся другая рыба таксуется. Чтобы вы им посоветовали, какую рыбу брать себе? По-перше, тут одна порада может быть не превышать нормы вылива. А какую брать, это особенное желание каждого. Но я, например, бы пропонувал брать ту, которая поменьше, чтобы было большее количество рыбы в садке, а меньшее количество, чтобы человек меньше заплатил денег. Так было бы и логично, правильно? Ну, если. Хорошо. Так, Дмитрий Митев спрашивает. Куда и на что будут расходоваться деньги со штрафов? Или это очередной способ наполнить свои карманы? Извините, может, конечно, провокационный вопрос, но тем не менее я его не мог не задать. Есть на него ответ очень простая. Уси штрафы, которые сплачиваются, они сплачиваются на рахунки территориальных граждан, на чьей территории было выявлено право порушения. Они не идут ни на рахунки Держкрепагентства, они идут исключительно на рахунки территориальных граждан. Когда граждане эти деньги тратят, ну, это уже надо у граждан спитать. То есть, получается, Маяцкая граждан, если на территории ее находится река Днестр и в основном работа Одесского рыбакарного патруля Туренчук, Днестр... Нет, ну там Яскевская громада, Маякская громада. То есть, получается, они, по сути, уже должны быть миллионерами. Петр Прогульский спрашивает. Чем обусловлены, обоснованы увеличения таксации для любителей? И будут ли повышаться нормы выявлены? Вот. Ци такси, они приняты на основе наукового и экспортного оборудования фаховцев Института рыбного господарства и экологии моря Держкрепагентства. То есть, это не просто, что производитель, бах и цифры. Это фаховцы, науковцы. Дали такие пропозиции, и Кабинет Министров их принял. Кстати говоря, я хочу сказать, я им написал письмо электронное, о том, чтобы они сказали, ну откуда они хотя бы взяли. Теперь понятно, что это сделали они. Но откуда они взяли это? И как они считали? Вы звернулись и листом. Да. Ну хорошо, тогда, друзья мои, обязательно, если они дадут ответ на этот вопрос, но обязательно снимем по этому поводу видео, чтобы вы понимали, откуда они это брали. Хотя, по сути, я вам скажу, я за то, чтобы была такая таксиация. К президенту обращались с петициями по этому поводу. Ну я хотел там хотя бы в 10 раз, но блин, не в 100 же, ёлки-палки. Что-то так, в 100 раз, только на некоторые выборы поднялись. Допустим, короб в 10 раз поднялся. Так. Вот. Карась, так, в 100 раз поднялся. Пеленгаз, по-моему, в 3-4 раза поднялся. Хотя казалось бы, да? Пронусловый рывок. И сказать, что там всё на 100% поднялся, я не буду правильно. Понятно. Да, только, к сожалению, пенсии у нас не увеличиваются в 100 раз или в 10 раз. Чтобы можно было с чего-то оплачивать. Тешевое агентство вам точно не зарадит. Понятно. Хорошо. Дячеслав спрашивает. Планируют ли повышать штраф за использование крючков свыше нормы? То есть, видите, человек переживает всё-таки за то, чтобы в новых правилах... Ну, в новых правилах, если даже они и будут, там есть проект новых правил, то это до суммы штрафа никак не относится. Потому что это админ-кодекс. Да. Туда нужно делать изменения. А правила, ну, только регламентуют количество крючков, которые позволены, а какие нет. В новых правилах должны увеличить количество крючков, да? Есть такой пункт? Ну, возможно, есть. Это можно будет... Вы не знаете? Я проект только видел. Ну, я спрашиваю. В проекте... В проекте, да. Есть изменения количества крючков? Есть. До сколько? Там, по-моему, до 10 крючков, по-моему. Это одна редакция была, а другая редакция была там... Взагалі, кількість крючков не казывалась, а вказывалась кількість наряд лов. То есть, пять вуда крапка. Вот. И сколько крючков на вуд, ну, на... То есть, какой примется, непонятно, да, наряд? Ну, оно же там меняется, оно обговорюється. Дуже багато обговорюється с громадскими організаціями. Коли буде затверджена редакція, тоді уже можно будет коментувати. Григорий Добров спрашивает. Перелог будет считаться по уезду с рыбалки или на момент проверки? Ну, на момент проверки. Ну, я ж вам казав, що у нас є добова норма, ми будем опять повторюватись. Під час проверки... Ну, хорошо. Вот человек приїхал на рыбалку, да? Так. Приїхал сто кілометрів. Да? Після трудової недели. За первые пять минут поймал там три карася по килограмму. Ну, образно. Да? И что, ему сворачивать удочки? Чому? Далі може йти сулуба спортивна рыбалка. Поймав від пустинь. Вон там приїхав не за рыбою, як я розумію, за сто кілометрів. Тому що при таких затратах її прошу купити на базарі чи магазині. Ну, так. Хоча сам процес рыбалки. Ну, так. Хто йому заважає? Піймав, викинув. Піймав, сфоткався, викинув. Зважий, викинув. І все. Понятно. Просто багато хто дивляться на річку, я не знаю, на продуктовий магазин. Задають такі питання, як уникнути відповідальності. Хорошо. От вопрос задає спортсмен. Рыбак спортсмен. Да. Якщо він готовиться к соревнованню, і у нього більше 3 кг в садке, як би? По сути, він говорить, що він рыбу не берет, она йому взагалі не потрібна. Він просто готовиться к соревнованню. Йому потрібен в цьому трехметровому садку, який допускається к соревнованню, щоб там була вся рыба, щоб він мог посчитати її і відпустити. По сути, такий питання. Я розумію. Тут є два варианта. Перший – це аквакультура, тобто ставки платні. Там, де вони дозволяють ловити згідно їхньої устави, де не діють правила рибальства. Там можна тренування теж проводити. Якщо потрібно проводити тренування на річці, ну тут, опять таки, правила називаються любителського спортивного рибальства. І не відокремлюють ні любителя, ні спортсмена. Три кіла і все. Я розумію, там є якісь статут у них. Конечно. Статут юстірований. Що значить юстіруємо? Ну, як правило, рибальство. Тобто, в Міністерство юстиції проходило якісь затвердження? Я вам не відповію. Якщо є статут… Нет, є федерація спорту України. Так. Понимаєте? Тобто, вони офіціальні спортсмени. Тоді у них офіційно є якийсь статут. Там є вимоги. Допустимо, садок там 3-5 метрів. Так, так, так. Під час проведення змагань. Там є ж якісь певні умови. Одна вудка, якийсь там снасть дозволена, не дозволена. Ті патерностери, можна то не можна. Так це в рамках змагань. Відділяється місце. І, наскільки я знаю, там категорично забороняється брати виловлену рибу. Вона по закінченню змагань вся випускається. Ну правильно, так і є. Ось він спрашиває по поводу цього. Щоб к цим соревнованням підготуватися. Можна, щоб в сутці було більше 3 кг риби? Щоб потім її одразу вже випусти. Якщо це буде початок. І він з одним будильщем буде, з одним крючком. Я розумію. Але зрозумійте теж. Спортсмен, чим він це може підтвердити? У нього є корочка федерації спорту України. Я розумію. Далі. От ми казали, що є там спортсмени використовують виключно снасти, які фактично не травмують рибу. Маленький крючочек, один поводок. Я розумію. За цим під час проведення змагань хто смотрит? Судя. Судя. В даному випадку при теренуванні судді ж немає? Нет. Немає. Також він все одно буде пользоватись оруднями лова, якими їх буде пользоватись во время соревнований. Ему немає смысла пользоватись іншими. Він теж буде з однією бусинкою, з одним поводочком, з однією маленькою кормушечкою кормити і ловити плотву, наприклад. Є правила. Це, грубо кажучи, закон, який він повинен виконувати. І в правилах там немає відокремлення спортсмена від аматора. К сожалению. К сожалению. Да. Честно говоря, я сам лично расторонен, тому що іноді теж учасників соревнованнях. Я бачив, я розумію, але я ж кажу, є правила. Тому в новій редакції може там щось буде сказано виключно про спортсменів. Хорошо. Вот следующий вопрос касаємо псевдорыбаков. Те, які приходять на реку торбити рыбу с марта по маябрі. Вот є ж такі у нас на реке. І це не секрет. І вони займають практично полберега. От маяк до 52 км. У мене вопрос по поводу них. Вони ж сидять ж не просто так. Вони ж по сути ловят рыбу і її збувають. Ну, це треба їм запитання ставити. Чому їм? Їм вигодна, тому що, виходить, скорей всього, інспектора РБХАНа патруля. К ним не подходят. Или подходят каїти определенні моменти, коли у них немає рыбу. Ну, т.е. Ви розумію, але я вам скажу. За всіх і не можу відповісти. Ну, є ще сектор відповідності РБХАНа патруля. Є. Допустим река Дністр. От маяк до 52 км. Є несколько десятков компаній, які торбять рыбу. І її ловять і потім, в определенний момент, її вивозять. І їм це вигідно. Якщо цей факт буде підтверджено під час проведення рейду, то я вас уверяю, що будуть складені всі матеріали. Друзі ми, в такому випадку я вас дуже всіх прошу. Тих, хто ловить на Дністрі, Трунчукі, Глубокому Трунчукі. Ви прекрасно знаєте, о каких дідах, пенсіонерах, или там молодих людях, які ловять рыбу з марта по ноябрь. Ви їх всіх знаєте. Пишіть на горячую лінію, звоніть їм. Пишіть в наше вайберсообщество. І вкладайте інформацію по поводу таких людей, які ловять для сбито рыбу. Так, Александр Матрос спрашиває. В правилах є таке поняття, як 3 кг плюс трофей. Немає такого. Немає. Александр Матрос спрашиває, що можна ловити і більше 3 кг рыбы, тільки одного вида. Наприклад, тарань. Але треба брати отловочний билет. Немає, звісно. Михайл Тюшев спрашиває. Ми наблюдаємо тільки повищення штрафів, але не видим уже довгое время пересмотра количества вилова. Це те, про що ми розмовляли. Так, т.е. ждем, короче, коли пересмотрються правила електроспортивної балки. Понятно. Ігор Руденко спрашиває. Переловив одного карася на удочку. Штраф 1700. Вибил електроудочкой то же саме, як так? Це питання до законодавців. Так прописано в адміністративному кодексі. Ну, в будь-якому випадку це не так. Там же, виходить, істотна шкода, так? Істотна шкода, якщо він електроудкою зловить одного карася, то там істотної шкоди не буде. Це 1700 гривень. Але за застосування електроудок, як правило, наші слідчі і суди дозволяють відкривати 249 Уголовного карного кодексу. Тому що це дуже шкідливий метод ловим. Понятно. От крайнім питання хочу підтримувати всю нашу беседу сьогодні. От як законопосрочному рибаку не отримати штрафу? Ловити рибу згідно правил рибарства. Угонувати норми вилову, розміри риби, не перевищувати кількість дозволених знарядь лову. Ловити там, де це можна на даний час. Ту рибу, яку можна ловити. І все, ніякого штрафу априорі бути не може. Друзі, на такій позитивній ноті ми закінчуємо наше відео. Якщо у вас є якісь допомоги, то обязательно пишіть. І я буду надіятися лояльності Одесського рибарного патруля. І, може бути, ще раз ми зробимося з Владимиром. І попросимо його відповідати на наші випроси. Всім удачі, всього хорошого. Встретімося на рибарку. Дякую вам большое. Дякую.